Сущность поклонения В смысле богослужения Совместное общественное коллективное поклонение А вначале попытаемся разобрать, что же такое поклонение По учению священного писания Много было всяких теорий, работ на эту тему С попыткой определить, что такое поклонение И оказалось, что это довольно-таки нелегко сделать Если систематизировать все выводы, которые делали Богословы, проповедники То мы наберем очень много определений Того, что есть поклонение С десяток, а может быть даже больше Но вот мы сейчас перечислим с вами наиболее такие сущностные Краткие, краткое определение И наиболее такое часто встречающиеся И более точно отвечающие сути природе Вот этого состояния Состояния поклонения Поклонение – беседа с Богом Вот одно определение Второе – воздаяние Богу То есть принесение Богу Чего-то там хвалы, благодарения Или части своего имения Значит, это определяют как воздаяние Богу Со стороны человека Как элемент поклонения Третье определение – признание Божьего главенства во всем Бог – глава, Бог – центр моей жизни Поклонение личного, общественного, совместного Четвертое – превозношение Бога Духом, душой и телом Следующее определение Поклонение – это благоговейный трепет сердца Почитающего Бога наивысшим богатством Или наивысшей ценностью Ну и еще одно запишем определение Поклонение – это восторженный и благодарный отклик Творения по отношению к Творцу Что-то мы перечислили наиболее такие часто встречающиеся определения А вообще их очень много-много существует И вот если обобщить, сделать краткое обобщение всего того Что мы перечислили, всех вот этих определений То можно дать такую формулу Обобщающую формулу того, что есть поклонение В более-менее широком смысле Это встреча с Богом Вхождение в Его присутствие Интересно, что на древнегреческом языке Древние греки в понятие поклонения Вкладывали такой смысл Поклоняться или совершать поклонение Это значит целовать кому-либо руку С большим почтением и уважением Это вот дословное такое буквальное понимание Слова поклонения у греков Вот если поразмыслить над всеми данными определениями То можно сказать, что поклонение Это дело всей жизни верующего человека 122-й псалм, можно прочитать? Можно, да К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах Вот как очи рабов обращены на руку господ Их как очи рабы на руку госпожи ее Так очи наши господа, Богу нашему доколе Он помилует нас Помилуй нас, Господи, помилуй нас Ибо довольно мы насыщены презрением Довольно насыщена душа наша Поношением от обменных и уничижением от горла Вот в Москве есть православная церковь В ней много протестантских элементов В служении, в поклонении Тоже русский язык там присутствует в проповеди, в беседах Частичного богослужения И священники из этой церкви часто устраивают собеседование на разные темы Со всеми желающими И как-то во время такого собеседования Пришла записка Священнику Георгию Чистякову Вот год назад, по-моему, он отошел в вечность Очень активный был такой всесторонний служитель Пришла записка с вопросом Батюшка, объясните, пожалуйста Почему нет у баптистов вот такого богослужения, как в православной церкви или в других Почему нет литургии у баптистов? Чистяков отвечает А у них вся жизнь литургия Услышать из уст православных священников вот такое лестное определение Явление редкое, довольно-таки Чтобы православный священник так похвалил баптистов Вчера я как раз тоже разговаривал с парнем с одним У него духовное переживание, его ищут Бога И вот он рассказывал как раз такие же слова Только ему сказали, как Волоколамский монастырь какой-то там есть Вот он был там в паломничестве И ему тоже монах, старый монах, говорит, ему, наверное, лет 90-то Сказал, он не говорит, ну, он задал вопрос В чем отличаетесь вы? Кто такие баптисты? Он ему сказал, у них жизнь, в общем, вся такая Мы служим, а они так живут, как мы служим Интересно Даже вот монах понял Монах так изолирован от мира, от всех Но он уже такой, уже умудренный опыт Он и обратил внимание, что он зрелый монах Те молодые не могли объяснить Один говорит, они еретики Другой говорит, это сатанисты А он к зрелому монаху подошел И тот сказал, вот они, как мы служим, так они живут Вот смысл такой Вот само слово поклонение в Ветхом Завете встречается 171 раз Слово поклонение А в Новом Завете Просто слово поклонение Буквально Только единожды Поклонение Такие слова, как поклоняться Поклонюсь Те слова намного больше встречаются А где? В беседе с Самарянкой Поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истины Ибо такое поклонение ищет Иоанна 4 глава 20-24 А вот суть Ветхозаветного поклонения Такого совместного, общественного В псалмах Во мной их очень часто выражается Мы можем сейчас прочитать Начало 94-го псалма Псалом 94-й Начало и в середине Где-то С середины Идите и воспоем Господу Воскликнем твердыни спасения наше Предстанем лицу Его Со словословием в песнях Воскликнем не Бог Ибо Господь есть Бог великий И Царь великий над всеми богами И Его руки глубины земли И вершины гор Его же Его море И Он создал Его И сушу образовали руки Его Придите, поклонимся И припадем Приклоним колени перед лицом Господа Творца нашего Ибо Он есть Бог наш И мы, народ, паства Его Овцы, руки Его О, если бы вы ныне послушали Глазы Его Не ожесточите сердце вашего Как в Мериве Как в день искушения в пустыне Где искушали меня отцы ваши Испытывали меня И видели дело мое Сорок лет я был раздражаем Родом с ним Я сказал Этот народ заблудший сердцем Заблудший сердцем Они не познали путей моих И потому Я поклялся во гневое Моем Что они не войдут в покой А какие стихи говорят Непосредственно поклонение Придите поклонимся Шестой стих Придите воспоем Господа В вертыни Представим перед лицом Его Со словословлением В песнях Первый, второй и шестой Придите поклонимся И припадем Приклоним колено Да, преклоним колено Даже вот физически Да Даже уже показано Действие показано Мы с вами говорили Что значит поклоняться Богу Это значит Все существо и человек Участвует в поклонении И дух, и душа, и тело И придите и поклонимся И преклоним колено Наш Припадем А в Новом Завете Вот дано такое предписание О поклонении Богу В духе и истине Кому Христос Вот эту истину Изрек о поклонении Самаритянки Самарянки Самарянки Да Ибо таких поклонников Ищет Отец Которые будут ему поклоняться В духе и истине Не на горе там На какой-то Или не у колодца Или еще где-то Не в храме в Иерусалим А в духе истине Казалось бы Вот такой разговор Христос должен был бы Затеять там С раввином С богословом А тут вот Простая женщина Самарянка И Господь И такие истины Возвышенные Стал изъяснять Истолковывать Ну и теперь Вот Мы попробуем Рассмотреть А что же означает Поклонение Богу В духе и истине Мы эти слова Знаем хорошо Помним наизусть Что надо Поклоняться Богу В духе и истине А какой-то Смысл несет Какое содержание Вкладывается В это Выражение Ну первое Поклонение В духе и истине Не всегда Может быть связано С определенным местом Конечно Есть особые места Поклонения Молитвенные дома Храмы По-моему Оно вообще О никаком месте Не говорит Оно Мне кажется О внутреннем содержании Человека Говорит О духе и истине Ну если Вот рассматривать Ситуацию Беседы Христа С Самарянкой То с чего Началась Эта беседа Где поклоняться Вы говорите В храме в Иерусалимском А нам Про отец сказал Что на горе На этой надо поклоняться Да Самарянка Как бы Дезориентирован Была в этом отношении Где же лучше Поклоняться Вот у нас У Самарян Есть Гора Горизим Наш храм А вы говорите Что в Иерусалиме Где же Она была Привязана К месту И вы эту Предысторию Наверное знаете Почему У Самарян Был отдельный храм Почему они Не поклонялись Вместе с иудеями Самаряне В одно время Решили Помочь иудеям Давайте мы вам Поможем Восстанавливать Храм Иерусалимский А иудеи Отказались От этой помощи Почему Потому что Боялись Оскверниться Так как Самаряне Самаряна Считали Полуязычниками Смесь Некоторая В их Подословной Бала Они Отринули Эту помощь Эту инициативу Тогда Самаряне Решили Вот Мы Мол Свой Храм Построим На горе Горезим Самарянка Вот Данным вопросом Как раз И Интересовалась Христос Дал ей Понять Что Место Не имеет Первостепенного Значения Поклонение Богу В духе Истине Не обязательно Может быть Привязан К какому-то Месту Есть ли В Новом Завете Такое Свидетельство О том Что Что-то Больше Храма Что Больше Храма Иудеев Вся Духовно Религиозная Жизнь Сосредотачивалась Вокруг Храма Иерусалимского А как Новый Завет Говорит О том Что важнее Для поклонения Храм Или Что еще Сердце Человек Сердце Кто Больше Храма Бог Христос Больше Храма А как Он Об этом Сказал С Вопросником В довольно Такой Резкой Форме Когда он Сказал А вот Разрушьте Храм сей И я В три дня Воздвигну Такое Заявление Восприняли Как Богохульство Даже Да Буквально Понимали Восприняли И я Его В три дня Воздвигну Как же Этот храм До 40 лет Строился А у него Такое Заявление Такое Дерзновение Как Может быть Такое Мы Можем Сказать Что Бог И больше Библии Да Библия Руководствует Для спасения Библия Содержит Опыт Богопознания Но Если бы Например Не было Библии Не было бы И верующих Как вы думаете Были 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 Изначально Как-то Верующие Существовали Да Раньше же Писание Было бы Очень В ограниченном Объеме В устной форме Передавались Слова Христа Через Апостолов Неграмотные Да Люди Были Неграмотные Дух Божий Ты же В любом Случай Действует Сея С вами Во все Дни До Скончания Века Присутствие Христа В цыганском Народе Очень много Людей Которые Верят Но Читать Не умеют Читать Не умеют Очень Искренне Верят Второй Фактор Говорящий Что значит Поклоняться Богу В духе Истине Поклонение В духе Истине Не есть Только Внешний Ритуал Как Христос Говорил Об этом Что Внешние Обряды Внешние Ритуалы Не принесут Вам пользы Он Приводил Слова Из Ветхого Завета Из Речей Пророков По поводу Внешнего Исповедания Веры Приближаются Люди Сии Ко мне Чем Устами Но сердце Их далеко А когда он Обличал Фарисеев На что Он обращал Внимание На одежду На внешний Вид На То что Они Лицемеры Что они Перед людьми Только такие Но сердце Их И внутренность Их Не таковые Гробы Окрашенные Вот это Уроки Такие Наглядные По поводу Того что Внешний Ритуал Внешняя Церемония Не есть Поклонение В духе Истине Слово В истине Подразумевает Сознательную Веру То есть Данное Поклонение Основано На сознательной Вере Никто Не вспомнит Как об этом Апостол Павел Сказал В послании К Тимофею По поводу Сознательной Веры О себе Он Говорил О своем Опыте Когда он О Христе Проповедовал Он сказал А я Знаю В кого Верну А вот Три тысячи В Иерусалиме Которые Слушали Проповедь Петра И потом Они были Крещены Все Вот что О них сказано Об этих Трех тысячах Как они Наши присутствуют Апостол Павел Интеллект Должен Постоянно Расширяться И увеличиваться Если вы Исповедуете Бога Царя Вселенной То И ваш разум Ваш ум Ваш интеллект Должен расти Потому что Раньше Сейчас Ведь Бытовало Бытует Такое мнение Что Мол Верующие люди Вера Она мол Ведет Человека К такой К умственной Отсталости К умственной Ограниченности Такой мысли внедряли Наоборот Вдохновение Для того Чтобы развиваться Всесторонне Всесторонним образом Вера Окрыляет Подвигает Вдохновляет Четвертый Фактор Поклонения В Духе Истине Это Поклонение Богу Через Иисуса Христа Как себя Христос Называл Да Путь Истина Жизнь Никто не приходит К Отцу Как только Через меня А вот Один из Титулов Христа Какой Связанный С тем Что он Посредник Между Богом Отцом И людьми Нет другого В послании К евреям Этот титул Упоминается Часто В послании Ходатай Да Ходатай Первый Священник Посредник Ходатай За народ Следующий Фактор Это Поклонение Под знаком Голгофы Во имя Крови Пролитый Христом Во имя Креста Мы приближаемся К Богу Под ножей Креста Поклонение От чистого Сердца Без лицемерия Последний Фактор Последние Черта Такого Поклонения Это Поклонение В простоте Сейчас мы На Примере Посмотрим На одном Поклонение В простоте Перечисляя Вот эти Факторы Мы Невольно Сравниваем Ветхозаветное Поклонение И Новозаветное Поклонение Ветхозаветное Поклонение Было громоздким Тяжеловесным Храм Жертвоприношение Обряды Церемонии Очень Усложненные Были все Вот эти Процедуры В Новом Завете Другой Подход Что Более Простой Что В Евангелиях Есть такие Эпизоды Когда Например Христос В доме Фарисея Находится В доме Симона Фарисея Вдруг открывается Двери Вбегает Женщина Уличная Женщина Не Добропорядочная Неблагочестивая Женщина А Женщина Которая Занимается Промыслом Неблагочестивым И вдруг Падает К ногам Христа Обливает Слезами Вытирает Ноги Она В данном Случа Совершает Акт Поклонения Как На нее Посмотрел Хозяин Дома И другие Вот На такое Поклонение Шокировало Это окружающих Или нет Апостолы Будут Собираться Уже Деяли Уже Чувствуется Такое Достое Такое Поклонение Да Мы будем Это Более Подробно Рассматривать Без Да Обремененности Обрядами Процедурами Церемониями Ритуалами Внешним Да Без обрядов А Хлебопреломление Можно считаться Поклонением Да Конечно Тогда Это Это как Если это Мы говорим Что это Своего рода Обряд Это Ну Поклонение Вот Пятое Номенование Под циклом Креста Оно же уже тогда Не в простоте Если это обряд Обряд Одно дело Когда много Всяких обрядов И существенных И несущественных И даже один Обряд Может быть Усложненным Вот То же самое Хлебопреломление Там В католической Церкви Или в православной Церкви Сопровождается Разными Обрядовыми Действиями Такая очередь Выстраивается К месту Где священник Причащает Люди Там идут Идут Гуськом Не все же Являются Постоянными Прихожанами И там Рядом Со священником Стоят На страже Бабушки Бабульки Такие Наблюдают За этой Очереди Человек Причастился И у него Такое Естественное Движение Уйти Назад Бабушка Тут стоит На страже Не туда Вот сюда Поверни Вот к этому Столик Еще нужно Подойти Регулировщице Вкушение Теплоты Теплоту Надо еще Выпить Что такое Теплота Ну Если храмы Более-менее Богатые Состоятельные Это Такое Разбавленное Вино Вино Разбавленное Водой В храмах Бедных Просто Кипяченая Вода И Хлеб Такой Пресный Вот этот Дополнительный Обряд Он Совершается Якобы Ради Воспоминаний Вот тех Вечерей Любви Которые Были у Христиан Агапы Так называемых Ведь Первой Апостольской Церкви Хлеб Преломлении Вначале Не был Отдельным Таким Действом А оно Сочеталось С общим Обедом С общей Трапезой Вначале Хлеб Преломлении А потом Каждый Доставал То Что он Принес Складчина Такая Сидели Вместе Трапезничали Обседовали В Каринской Церкви По этому поводу Как вы знаете Проблемы Даже Возникали Потому что Богатые Приносили с собой Много продуктов Не дожидаясь Когда Другие Там придут Или все Закончится Уже Начинали Вкушать Пищу И Некоторые Так объедались Что даже Помирали Нам не безразлично Современная Церковь И у нас есть Что ей Предложить Поддержите Наш проект Молитвой Финансами Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете Найти на сайте 3wtvseminary.com Что препятствует Поклонению Что препятствует поклонению Вот этот момент Кратенько рассмотрим Препятствие В поклонении Ну во-первых Это гордыня Когда С неверующими людьми Мы беседуем Некоторые из них Сдают такой вопрос Ну как это при всех Я стану на колени И буду молиться Неужели тебе не стыдно Становиться на колени А верующие Обычно Отвечают Вопросом На вопрос А что Разве Стыдно Выразить Почтение Отцу твоему Выразить Почтение Матери Поклоном Или еще чем Объятием Рукопожатием Целованием А Бог же Отец Небесный И стать Перед Ним На колени Вопрос Можно Да Это естественно Вы говорите С стать на колени Форма поклонения Она имеет Какую-то Особую Важность В этом То ли Встать на колени То ли можно Стоя помолиться Отцу То ли можно Лежа на полу Как Давид Молился Отцу В какой форме Можно и правильно Молиться Отцу Или на это Нету опять же Никаких-то правил И каких-то Определений Ну конечно Форма Не может Стоять на первом месте Но она Определенную роль Безусловно Играет Положение тела При поклонении При молитве В особенности Имеет Значение Так значит Не только сердце У нас Участвует Но еще Другие факторы Какие-то Участвуют Вот мы об этом И говорили И дух И душа И тело Да Это зависит От обстоятельств От обстоятельств От обстоятельств Зависит Там Там где Есть возможность Встать На колени Там Или встать То конечно Это лучше А если Там человек В болезненном состоянии Еще где-то Находится Правильно Ну да Если вдруг Как бы Я буду говорить Немощные братья Ты сидя со столом Можешься за еду А для него Это преткновение Как Лучше встать Да Нет Просто я к чему Это говорю Что В некоторых Местах Это будет Преткновением Когда человек Не станет На колени А может Он не понимает Или он Не допонимает И я не считаю Что здесь Фактор гордости Может играть Я говорю Да Есть Мы имеем ввиду В таком В широком смысле Не то что Прямо Какой-то инструкции Предписаний Что обязательно Везде На одноколенях Там У католиков По-моему Есть Такой этикет Когда они Заходят в храм То они На одно колено На одно колено Становятся Потом встают Ну у них Есть коленопреклоненные Молитвы Конечно Поход Богослужения А это При входе В храм Кратко Одно колено Только Преклоняют Опять Я вот читаю Я вот Думаю Каждый верующий Вникая в себя Смотришь Когда встать на колени Когда нет Потому что Ну реально Становишься на колени А сердце далеко от Бога Как Исаи Как Исаи говорит Что у меня Ваши разодранные одежды Если сердце Ваши не разодранные Да Лучше стоять И думать о Боге Чем Стоять на коленях И думать о ногах О коленях Есть Такое Выражение Старорусское Смирение Пачи гордости Или Смирение Пачи гордыни Это вот тот случай Когда Благочестие Поклонение Принимает Такой Демонстративный Характер Показаться пред людьми Как это фарисеи делали Христос Святих Тоже осуждал Когда они там На углах улиц Молились Показывали всем Что они постятся Унылые Мрачные лица Вот у них Были И так далее Это Более такой Утонченный Вид Гордыни Духовный Скорее всего Конечно Надо учитывать Ситуацию Обстоятельства Какая форма Может быть Поклонение Один из Пресвитеров Баптистских Еще в советское Время В Ленинграде Был приглашен К православным К вышестоящим Православным Духовенству На обед А у православных Спиртной Не возбраняется Когда он Пришел туда Там На столе Стояли спиртные Напитки Водка И вино Сидел Митрополит Ленинградский Никодим Ротов В центре стола Пригласил Фадюхина Баптистского Пресвитера Рядом с собой И попросил Ну Сергей Петрович Помолись Перед началом Трапезы Соверши молитву Перед началом Трапезы Да Здесь стоят Бутылки С водкой И так далее Вот Фадюхин Очень Мудро Произнес Молитву Он сказал Так Господи Благослови То Что подлежит Твоему Благословению Выкрутил Да Благослови То Что подлежит Твоему Благословению Ну иногда Колено Преклоненное Молитву Применяли Чтобы Избавиться От агентов Наши верующие Да И каялись Да Это был 1966 год Когда Баптисты Нерегистрированные Добивались Приема У главы Государства Там Демонстрации Устраивали Перед зданием ЦК КПСС На Старой площади Когда Значит Какую-то группу Запустили В приемную Чтобы Потом Из них Еще Отобрать Несколько Человек Для встречи С С Микояном Когда Вошли В большую Приемную То Кто-то Подал Сигнал Братья Давайте Помолимся Сразу Все стали На колени Прямо В приемной Ну а Те вот Сотрудники КГБ Которых Внедрили В ряды Этой групп Они не могли Сразу Так Стоять На колени Сразу Тем самым Себя Выявили Второе Препятствие Для Поклонения Такого Активного Это Лень Обыкновенная Лень Она По-разному Может себя Проявлять Ну в частности Вот в наших Молитвенных домах Что мы наблюдаем Перед началом Богослужения Так Приходит Молодежь Группе Молодежи И куда Она устремляется Молодежь В основном Или на балкончик Сразу туда Скачут Или куда Нибудь На галерку Забиваются Там в уголок На задние Ряды А между тем Все передние ряды И середин Зал Свободные Полным-полно Мест Особенно На таких Набудничных Собраниях А молодежь Все равно Старается Спорхнуть Туда Куда Нибудь На балкончик На галерочку Почему? А потому Что Там можно Пребывать В пассивном Состоянии Идет Богослужение Идет Совместное Поклонение И кто Где-то Там Далеко На балконе Уже Создается Какая-то Преграда То есть Он Можно сказать В полурасслабленном Состоянии Находится Он уже Не может Участвовать Активно В общем Поклонении Он Себя Отделил И А если Поклонение Неактивно Не он Не может Активно Участвовать А поклонение Неактивно Да Поклонение Неактивно Но тут Это уже Проблема Другая Некоторые Верующие Говорят Ну у меня Вот Сегодня Нет настроения Молиться Я не буду Молиться Вслух Если даже Это небольшая Группа Ну Нет у меня Настроя На молитву И я Буду Воздерживаться От молитвы Ну Вроде бы Причина такая Благочестивая А с другой стороны И Не совсем Даже тебе Вот не хочется Если молиться В данный момент Все равно Желательно Пытаться Прорываться Тем самым Иногда просто Лень оправдывают Что нет у меня Настроения Нет подготовки Там определенной Когда Композитор Чайковского Спрашивали Вы как пишете Музыку По вдохновению Или не По вдохновению А он Значит Ответил Так интересно Что вдохновение Это такая Гостья Которая Не любит Посещать Ленивых Третья причина Она немножко Совпадает С данной Ее можно Назвать Индивидуализм Индивидуализм Проявляется Как раз Вот В таком Стремлении Ускользнуть Куда-нибудь На галерку В уголок На задний ряд А я лучше Вот посижу Здесь Там посмотрю Послушаю Но одно дело Когда человек Приходит Первый раз Ему конечно Лучше Сесть Где-нибудь В сторонке Там издалека И мы Неправильно Поступаем Когда Впервые Пришедшего Пытаемся Провести Куда-то На первой ряды Он стесняется Ему нужно Еще осмотреться А мы его Толкаем Вперед Для вновь Пришедших Конечно лучше Там на балконе Или где-то На последних Рядах Если Члены церкви Устремляются Вот В такие места Это говорит о том Что Или лень Пассивность Равнодушие Или вот Просто такое Чувство Индивидуализма То есть Я не хочу Совсем Вместе Поклоняться Участвовать В совместном Поклонении А я вот После апостолом После апостолов Что он тоже Претерпел Мученическую Казнь За веру Во Христа Он тоже Писал письма Такие Назидательные Церкви И вот Там есть Такой Мудрый призыв Очень мудрое Обращение К церкви В отношении Поклонения Итак Братья и сестры Мои Старайтесь Плотнее Собираться Для хвалы И благодарения Господу Ибо Когда вы Плотно Собраны Тогда Побеждается Сатана Тогда Возрастает Любовь Между вами И тогда Из сердец Наших И из уст Наших Льется Великая Хвала Богу Вот этот момент Плотности Отметил его Игнатий Очень точно И верно Вот что Увеличивает Эффективность Совместного Поклонения Плотность Плотная Посадка Не разреженная Один угол Другой В середине Там На балкончике А плотная По-моему Вот у некоторых Евангелистов Есть такой Непреложен Условий Виктор Гам Никогда Не начнет Евангелистонное Собрание До тех пор Пока Правильно Не будут Рассажены Все присутствующие Это Имеет Значение Для молитвы Для пения Для прославления Для поклонения Вначале Правильная Посадка Рассадка Расположение А потом Уже поклонение Потом Служение Четвертый Препятствующий Фактор В поклонении Это Когда мы Слушаем Больше музыку Нежели Текст А восприятие Музыки Превосходит Восприятие Содержания Текста Гимна Или псалма Некоторые Просто любят Музыку Любят Пение Ради Самого Пения Ради Эстетики Меломаны Есть Любители Разных Музыкальных Стилей Мелодий И в церкви Они ищут Этого Не столько Назидания Поучения Концерта Представления Музыки Хорошая У Августина Блаженного Есть такое Высказывание По данному Поводу Когда голос Певца Волнует Меня больше Слов Песни Я признаю Что я согрешил В данный момент Я грешу Перед Богом Если я Обращаю Внимание Больше На голос Певца Нежели На слова Песни То я Впадаю В состояние Согрешения Ну и Последний Препятствующий Фактор Это Двойственность Что вот это Состояние Двойственности Очень часто Было присуще Израильскому народу Что они Впадают В идол поклонства Потом Идут К Богу Единому И живому Строят Рощи Там Капища Всякие Места поклонения К языческим богам Вдруг Отрезвление Наступает Опомнились Восвращаются К Богу Не отрешились От состояния Дол поклонства Приходят К Богу С поклонением Языческий дух Связанный С одол поклонством Он Мешает Мешает Всецелому Полноценному Поклонению Богу Сейчас у нас нет Идольских капищ Рощ Посвященных Идолам Богам Языческим Но есть другие Идолы Или же Мамона Идол Мода Современное Современное Увлечение Если мы погрузились Вот в стихию И потом идем Поклоняться Богу Это создает Препятствие Определенное Существенное Препятствие Не можете Служить Богу И Мамоне Туда Не может быть Полной Отдачи В поклонении В служении В следовании Богу Субтитры Субтитры